вылизывается. Всем приветик. Доброе утро, то есть добрый день. Мы только недавно встали. Я уже второй день собираюсь снять влог. У меня не получается. Хотела снять вчера. У нас были гости. Хотела снять позавчера. Позавчера у нас этот трэш вообще что случилось? В пятницу думала я буду снимать влог. Я даже начала снимать влог немного. И где-то ближе к обеду я не могла найти кошку. Искали везде где можно и где нельзя спрятаться. И не могли ее найти. И была такая мысль что она выбежала в дверь. Потому что я уходила с Каролиной. И мы подумали что наверное скорее всего она убежала. Раза три наверное я выходила. Искала на улице. Звала ее. А эта мелкая лежала вот там вон под диваном. Она зашла получается с той стороны. Но я все смотрела. Я подглядывала. Я думала ну как можно вообще невозможно залезть под диван. Вот в такую вот щелку такой вот кошки большой. А она оказывается с той стороны. С той стороны немножко вход пошире. Она залезла. И там сидела спокойно. А у меня стресс был. Я уже чуть ли не плакала сидела. И сколько мы ее искали? Наверное часа три. Часа три-четыре мы ее искали. Мы уже думали ладно подождем. Если она где-то спряталась. Она вылезет сама когда кушать захочет. Я не могла. Я сижу у меня нервоз. Я пойду на улицу поищу. Я опять пойду дома все комнаты проверю. Везде проверяла уже. Чуть ли не на потолке смотрела. А она спокойно под диваном спала. Мы ее звали. А когда она спит, она вообще ей все равно. Она не слышит. Она как убитая спит. Ее не разбудить вообще. Вот такая вот у нас история. И у меня такой стресс был ужасно просто. Я думала ну все. Я уже представляла если она убежала. Как она ночью будет. Ей будет холодно. Она напугается. Вдруг ее там лиса съест. У нас здесь лисы ходят. Здесь лес рядом. Я уже все мысли перекрутила в голове. Что может с ней случиться. Она оказывается под диваном спала спокойно. Стала деловая. Везде ходит где хочет. Делает что хочет. Хулиганит. Она в цветках ковыряется. Землю выкапывает. Я не знаю. Кушает она ее. Не кушает. Нужно чем-то прикрыть. Она вот здесь вот ковыряется у меня. Вот видите земля лежит. Нельзя. Нельзя. Иди играй. Вот мы уже там постелили тряпку. Заткнули дырку, чтобы она больше под диван не залазила. Хулиганка такая. Вот ты и хулиганка. Нельзя. С цветами нельзя. С землей нельзя играть. Я уже убрала эту пальму, чтобы она мне ее не грызла. Хулиганит. Хулиганит. Хулиганит она только так. С Бонни пока они не дружат. Но у них немножко такой интерес проявляется. Но слишком близко они не подходят друг к другу. Бывает пройдут, понюхают и все. И в разные стороны. Да, девочка моя? Девочка моя. Там в комментариях писали. И вот, все время с кошкой, с кошкой. Собаке время не уделяете. Как же не уделяем? Уделяем. Просто она не всегда попадает в камеру. Она тоже спит. Она тоже у нас любит спать. Поэтому она в комнате иногда находится. Когда выходит, мы с ней играем. Так, кошечка. Дай. Не переживайте. Она у нас не обделена вниманием. Абсолютно. Я прекрасно знаю, что собака... Когда появляется второе животное, нужно собаке время тоже уделять. Бонни, идемте давай. Так что мы с ней играем. Все хорошо у нее. Все ее любят так же. Ой. Что это такое? И вкусняшки ей даем. И играем с ней. И спит она с нами. Видите, мы даже к себе кошку не пускаем. Потому что Бонни у нас спала с нами. Так и спит с нами. А кошку сегодня первую ночь оставили вообще в квартире. Полностью это было ее все. Я не знаю, где она спала. Ксюша, она к тебе не приходила? Она утром пришла и начала со мной играть. Да? Да. Она обычно же... А потом под кровать залезла там какую-то... Игрушку нашла сюда. Да. Она обычно спала с Ксюшей на кровати. Но сегодня мы решили ее оставить в зале. Вон она играет, играет, играет. Но ты же хочешь играть. Ты тоже хочешь играть? Да. Ты очень хочешь. Вот. А Киса не хочет. Наша Фиона не подпускает. Меня в пятницу укусил хомяк. Вот два дня уже хожу с таким пальцем. Мажу кремом. Бипонтеном мажу. Не знаю, немножко болит, но не так сильно. Он у нас вообще не кусается. Он кусался, когда мы только его купили, да? Где-то первые две недели он кусался. Так, еще вопросы были насчет туалета. Как она у нас ходит. Она ходит прекрасно в туалет. Мы его перенесли уже. Наш лоток. Наш лоток мы перенесли вот сюда. Вот видите, у нас тут какой свинарник уже. Она у нас сходила в туалет. Запах, конечно, это что-то. Вот. Теперь у нас здесь стоит в туалете. Она замечательно ходит туда. Она уже знает, она писает, как идти туда вообще. Она нигде у нас не гадит. Только ходит сюда. Поэтому все замечательно. Она у нас приученная уже. Очень быстро. Умная кошка. Я наступила на мячик. О, не мячик забрала. Ну-ка дай. Давай поиграем. Давай поиграем. С кисой будем играть? А, не хочется. Да, не хочется. Кто первый поймает, да? Она тоже хочет играть, смотри. Опа! О, Бонни! Бон сидит. Бонни, сустрая. Ты тортик режешь. Алло! Это не то. А кто это? Пирожок. Это кекс. Кекс это печенька. Кекс это не печенька. Печенька это печенька. Кекс это... Ты все наигралась уже? Набегалась? Набегалась, моя хорошая. Я взяла его на руки, и он, видимо, почувствовал запах кошки, потому что я кошку держала. И он меня укусил. Посмотрим, если будет еще больше расти, то придется в больницу ехать. Не будут лечить пальчиком мой. У нас точно так же Макса укусил хомяк, у него ничего не было. У меня почему-то вот раздулся пальцы. Вот, видите, насколько он больше, толще. Хомяка больше я не трогаю, его боюсь. Кто переживал за хомячка, вдруг съест его кошка или еще что-то? Нет. Мы никогда не оставляем открытым вот так вот клетку. Мы вот так вот никогда не оставляем. Всегда она закрыта у нас. И когда мы оставляем, он не внутри. Мы его вытаскиваем. Да, мы его вытаскиваем, мы его при кошке не оставляем. Допустим, на кровати он нигде не ползает, не бегает. Иди, моя киса. Он в безопасности, не переживайте. Телефон папин. Мы, конечно, понимаем, что кошка это не собака. Бонни вообще все равно на хомяка, а вот кошке, конечно, интересно. Она просто может сидеть вот здесь вот и просто смотреть. А он спокойно бегает, ему не страшно ничего, он не пугается, он не прячется. Он занимается своими делами, она просто на него смотрит. Поэтому все хорошо. И сама все уже позавтракала. Киса позавтракала? Угу. Ну, хорошо. Теперь мы завтракать. Свечка. Каролина, которую сделала. У нас папа заболел. Чем заболел? Капа! Она, наверное, в посудомойку залезла. Ты хочешь помыться? Ты хочешь помыться, что ли? Показай. Не, нельзя смывать. Да, ты хочешь помыться? Я сегодня посуду не мою. У меня пальчик болит. Да, все, 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 иди. Папа сделает. Он сказал. Сейчас? Потом. У нас все остыдут еще мух. Да он просто простыл. Мама, если он будет позитивный, мне дать ему там длину. Да, целый месяц, пока все переболеют. Знаешь, как круто. Да мы и так дома сидим, мы никуда не ходим. Погода вон ужасная. Мама! Мы уже вторую неделю никуда не ходим. Все равно нам не надо идти на улицу, чтобы я не пойду в школу. Сейчас будет чихать. Я чихаю сразу, когда у меня что-то. Да просто вирус у него и все. У нас здесь в Швейцарии, кто переболеет короной, там дают сертификат. Без прививок. Мама, не за секунду надо ждать дома. Да, я знаю, но минут 15. Тут написано 15 минут. Все, ждем. Ждем. Одна полоска. Реакцию добавила. Ждать. Химика, химика, химика. Папа из них чван. Папа, не бери. Одна полоска. Мы сейчас выбираем тортик. Что вы делаете? Мы тортик тебе выбираем. Вот типа такого, только внизу это для Макса будет вот такой, а сверху будет наоборот зеленый и голова Бэби Йоды будет. Так как они у нас два фаната. Стар Варс. Да? Ну, хрен больше Бэби Йода нравится, чем Стар Варс. Ну да. В общем, будет у нас тематика Стар Варс. Такая вот. Нравится тебе? Я хочу это. Ну, я не знаю, если они смогут такую фигурку слепить. И вот такие приглашения надо сделать, да? Будем делать приглашения? Это сложно. Так, у Макс день рождения 13 декабря, у Каролины 17. 17 это будет пятница, и мы будем 18 в субботу отмечать сразу два. Ты пригласишь своих друзей, подружек, и Макс пригласит. И все сразу отмечают. Она туда спряталась. А зачем сюда домик принесли-то? Ку-ку? Эй, ку-ку? А! Она меня чуть не поймала. Вау! Это больно? Это больно? Так, пойдемте. Кто со мной пойдет в подвал? Я пойду на улицу. Нет, ты со мной пойдешь в подвал. Нет, я пойду на улицу. Нет, в подвал пойдем. Нет, ты не пойдешь на улицу, потому что у тебя голова мокрая. Быстро сушить. Нельзя ходить с мокрой головой на улицу. Вот у любого спроси. Я сзади помогу. Вот и все. Две минутки и готово. Кстати, спрашивали, отращиваешь ты это, свой затылок отращивает. Вот волосы как отрасли. Прикольно. А мы пойдем сейчас в подвал, потому что я хочу достать наши фонарики. И, если получится, сегодня украсить. Ксюша надела свои ботосы, которые бабуля ей подарила. Неоново-зеленый. В них будешь ходить? Конечно. Или подождешь до осени? Нет. Ой, до осени. До весны. Ключи взяла? Они большеваты немножко. Ну-ка, покажи. И что без разницы? Вот. Ой, будь здоров. Ой, три раза. Вот тут немножко свободно. Тут, может, как-то еще затягивается? Вот это тоже затягивается или нет? Нет, это не затягивается. И пальчик у нее... Нет, если меня вот так начнет. Пальчик у нее вот здесь. Ну, вообще чуть-чуть и осталось. На следующей неделе передает снег. Надеемся. Да, конечно. Надеюсь, где снежок. Я не хочу. Сейчас увидите, как у нас там заставлено в подвале. Это вообще... Куда попасть невозможно. Та-дам! Это все коробки, то, что мы собирались переезжать. Переезжать. Да, но немножко у нас планы поменялись. Немножко. Совсем немножко. Каритас. Это игрушки отдавать. Мы хотели тут обувь. Марго. О, боже, как я найду сейчас вот это все. Мама, мы должны тут убирать и все кабели выбросить. Я вот это искала. Зачем тебе? У меня клавиатура такая. Это они в клавиатуру засуливают, чтобы она хорошо звучала. Клавиатуру засуливают? Да, они ее открывают, потом засуливают, чтобы она не звучала. Это вообще-то штука, знаешь, для чего? Нет. Чтобы на пол стелить, чтобы ковер по полу не ездил, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, нашла я. Для микрофона на стол вот так. Для игры, что ли? Да. Уже все перерыли. И, как всегда, оно лежало просто вот здесь на видном месте. Что брать? А свет выключать? Вот, идем. Относите-то все. Нашла Санта-Клауса. Но ему кто-то ногу свернул. Вот она такая вот. Вот это поломанная ножка. Она уже у нас на скейтборде прокатнулась. Смотри. И колесико нравится, потому что не крутится. Ну, запрыгивай. Так, что я здесь взяла? Так, вот я взяла вот такую ленту. Взяла зеленую. Саня, длиночек. Но он поломался. Вот эта матпись, она треснула. И нужно ее приклеить. У нас есть суперклей, Ксюнь? Нету, по-моему, да? Закончился. Здесь вот нужно приклеить. И я хочу повесить на дверь. Вот такое вот у меня есть блюдо. Красное. И еще чем-то тут украсить. И на стол поставить. Тебе нужно? Просто батарейки. Девчонки танцуют? Так, ну что, а как мы будем? В общем, я хотела эти фонарики уже не дома повесить, а вон там, на улице. Вот сюда я хочу повесить. Попробуем? Не дотягивается. Мама, какой? Углинитель какой? Ксюша. И у меня нет переходника. Там вилка совсем другая. Не подходит. Абабакадейка, абабакадейка. Ты же раньше подсоединила. Я не помню, как я подсоединила. Назоверить. Шака-атака. Все. Горит. Может, еще немножко натянуть? Вот так. Ага. Оно выключилось. Нет, оно не выключилось. Ааа. Абаня, я уже думала. Вот олень. У него голова оторвалась. А, нет. Ксюша, холодно. Иди оденься. Ты же в шортах недавно была. Вот, я нашла еще одну. Я иду по носу. Иди одевай. И нашла оленя. Нашла. Оленя. Так. Мы еще одну распутали. Только пока не знаем, как мы будем ее... Ой, осторожно. Ехать. Ой. Как это нам нужно, чтобы ее подключить потом, Ксюша? Одно повесило, другое вроде. Нормально все. Мы с Ксюшей справились. А иди куда? Не знаю, может дома? Угу. У нас еще осталось... Она елочку. Ксюша, сейчас еще оленя. Получается? Надо еще засунуть. Да, нужно сначала наоборот. Как? Вот эту? А потом на нижнюю. Все. Все. Теперь подключаем. Ну, дурака, смотри. Как-то страшно. Они тоже выпали. А, они тоже выпали. Их как? Как их туда засунуть? Он остановился. А, нет. Ой, почему-то он перевешивает его. А, вот все. Двигается? Ага. Проголодался. Абинь. Боже мой. Идем, мам, не живи. Холодно. Макс, я не трасса фрио. Он так холодный. Пойдем. Куль. Классно? Куль, куль, куль. Ты уже делаешь? Угу. Угу. Мы сейчас будем упаковывать дверь. Берем ленту. Хорошей. Точно? Угу. Точно? Угу. Все, готово? Пожалуйста, я посмотрю, как это. Ну вот это вот неровно, я не могу понять, почему. Подожди, отойди. Осторожно, пальцы не прищеми. Вот сюда еще нужно, наверное, страшную венточку завязать. И все. А тут ничего. Нет, пока соседи ничего не украшали. Это шишка. Это снежинка. Поставила водичку, буду варить суп. Будет. Кто тут шоколадку кушал? Макс. А? Без спроса. Макс. Черный шоколад. Супчик у нас будет с фрикадельками. У меня фарш остался. Я не могу картошку лезть. Я не могу картошку лезть. Я специально замораживаю вот такие вот попки от перчика. И потом просто бросаю их в суп. Для вкуса. Чтобы не выкидывать. Все? Спасибо. Спасибо, спасибо. Картошечку нарезала. Слушай. Очень удобно вот так вот морковку настругать и заморозить. Потом, когда варишь суп, ничего не нужно делать. Просто кусочек отламываешь и закидываешь в суп. У меня уже заканчивается. Нужно опять настругать. С Маргаритой ходили в магазин. Я купила вот такие формочки. Чтобы делать печенье. На следующей неделе. Но на днях обязательно испечем. Такие вот металлические. Там очень много было разных украшений. Ну, в общем, я себе сторисы снимала в это. Начну я закидывать фрикадельки. Мясо уже посолила, отбила. И буду катать шарики. Надеюсь, у меня получится. Маме поверят. Маме поверят. Там сейчас цветки мои перевернете. Маргарита. Мама, хватит. О, какой он. Она мне пицца. Тихо. Маргарита, ей заниматься надо. Убирай. Иди с кошкой играй. А не с Ксушей. Это для кошки я сделала. А не для Ксюши. Киса? Киса? Киса вон там где-то бегает. Под столом, да? Нет. Я с вами бегала. Ку-ку. А кто-то сидит. Мы тебя нашли. Нет. Максим? Нет. На стол собираем. Каролина, убираем свои эти браслеты. Будешь потом делать. Слышишь меня? Нужно сначала сделать браслет, а потом уже резинку отрезать. Слышишь меня? Мама, я потеряла киску. Ты куда собралась такая красивая? До свидания? Угу. Что ты вдруг маску делаешь? Угу. Ты смыла макияж? Да. Сережки красивые такие. Анора мне подарила. Красивые. Из Италии. Да ладно. Вещи там посмотри, пожалуйста, которые я тебе принесла с подвала. Там кофты теплые, толстовки оранжевая, помнишь? И зеленая, которую тебе Ксюша подарила на Рождество. Рождественская такая. Зелененькая. Да, там эти печенюшки на ней нарисованы. Помнишь? Помнишь? Вот эту вот ты будешь носить кофту? Пушистенькую. Да. Будешь? Эта кофточка хорошая, она такая мягкая. А, и вот эта еще забыла ты про это? Вот эта кофта. И вот оранжевая твой, но ее нужно постирать, потому что у нее там пятно какое-то. Сразу в стирку. Вот эта вот зеленая. Помнишь? Я вспомнила. Я вспомнила. И вот эти штаны померяю, я не знаю, как раз они теперь у меня. Я их уже мерила. Может, уже выросла? Это леггинсы, нам нельзя леггинсы. А, нельзя. Ну, дома носи. На маску сделала. Я тоже. Дома носи тогда. Так, я тогда вот эту в стирку уношу, кофточку. А все остальное чистое вроде. Да? Украшать когда будете комнаты? А мне уже украшено. У тебя украшено уже? А эти будешь вешать на шарики, на шторку? Мам, мне. Я еще, я еще. Мам, мне болит. Маски нету. Тебе нужны маски? Нет. У нее давно они лежат. Это еще когда Садат привозила. Это Садат, и это тоже Садат. Там еще масочки. Это крутая. Смуфик. И туфу. Мой пальчик, по-моему, заживает потихонечку. Уже не такой опухший. Немножко вот здесь болит. Пойдемте посмотрим, как горят наши фонарики ночью. Ты играешь? Ты уже убежал. А я жду, пока поднимутся. Вот он, наш олень. Пасется. Травку кушает, да. Да. Красиво светит. Их можно еще переключать, чтобы они... Не, не надо так. Ты что? Чтобы они мигали как-то по-другому. Вот здесь вот есть. А там что, они нет? Мне холодно уже, Макс. Я замерзла. И быстрее холодно. И не холодно. Уф. Все, так оставим пока. Бэби Йода. Паснул. На рабочем столе. Он тоже так шевелится. Да, я вижу дым какой-то идет. Да, и тут тоже... Он курит, что ли? Мама, нет. Мама, я хочу смещать вот это. Такое... Это как вот это вот. Потому что тут новогодние есть. И очень много. А тут одна эта программа, которая бесплатно. Там нет новогодних. Там очень крутые. Не получается. Ну, папа спроси, как скачать. У нас с мужем ночной дожор. Все легли спать. Мы сели кушать. И детки вот наши самые младшие. Нас тут охраняют. Они уже более-менее, знаете, так не боятся друг друга. Ей очень интересно. Она смотрит, но не подходит. Он играть хочет с Костиком. Да? Ну, мне кажется, может быть еще пару неделек, и они подружатся. Мне пришлось застелить вот эту часть и вот эту часть. Потому что она больше здесь у нас прыгает, поднимается, не допрыгивает и цепляется. Поэтому я застелила вот здесь вот здесь. А здесь она любит спать. Здесь она спит очень всегда. Пока она маленькая, будет так, чтобы она не поцарапала. А потом уберем, когда подрастет. А то не допрыгивает она. Вон туда. Давай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Опа. Все. Спокойной ночи. Все. Всем пока. Не спать. Мы теперь ее оставляем здесь. Не прячем в комнате. Она уже привыкла. Спит где хочет. В общем, на утро, может, девчонок будет. Все, пока. Все, пока, ребят. Всем спокойной ночи. Скажи пока.